Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Доброго времени суток. За окном мороз, а у нас в студии тепло и царит атмосфера творчества. Как сделать так, чтобы так же тепло стало нашим самым дорогим людям, расскажет руководитель школы кройки и шитья Зульфия Расланова. Здравствуйте. Каждой маме хочется, чтобы у ее ребенка была самая красивая и самая качественная одежда. Сегодня я покажу вам, как раскроить и шить теплый модный свитшот. В качестве ткани мы будем использовать хлопковый трикотаж, футер двух нитку. Берем трикотаж двух цветов, у нас вот такой пестрый. Да, это мы будем использовать для переда. И однотонный сень для рукава. Для рукава и для спинки. И также у нас трикотаж на манжеты. Эта рибана, она очень эластичная, используется для манжет, для горловины. Выкройку свитшота можно взять готовую, можно нарисовать ее, используя любую детскую кофту. А Зульфия, как опытный мастер и преподаватель, сейчас быстро построит выкройку свитшота на своего сына. Ему два с половиной года и буду строить выкройку свитшота для него. Научиться шить одежду для детей любого возраста, дошкольного и школьного, вы сможете на курсах кройки и шитья Зульфии Араслановой. Наша выкройка готова и мы сейчас приступаем к раскрою. Перед, спинка и два рукава. Начинаем шить. Сначала выполняем плечевые швы. Теперь мы втачиваем рукав, соблюдая наши контрольные метки. Теперь нам осталось выполнить шов рукава и боковой шов. Нам не хватает манжет, нижней планки и обтачки горловины. Да, будем выполнять сейчас их из рибаны. Чтобы рассчитать нижнюю планку и манжеты, мы измеряем их ширину и вычитаем 15%. Как быть с горловиной? Измеряем ее окружность, умножаем на коэффициент 0,7. Какую сделать ширину манжет и ширину обтачки? Для обтачки горловины мы можем взять 6 см, это уже с учетом припусков. А для манжет и нижней планки, если она у вас будет в готовом виде 5 см, тогда берите 11 см. Это уже с учетом припусков. Вот мы соединили наши детали. Берем манжету, складываем пополам, выворачиваем ее. И вот таким образом нам нужно будет ее проутюжить. То же самое делаем со всеми деталями. С поясом и с обтачкой горловины. Нам важно, когда мы соединяем наши обтачки, совместить шов с боковым швом. Для этого я прямо буду делать закрепку. Я делаю несколько стежков, для удобства вы можете их сметать. Нижнюю планку мы делаем из рябаны, для того, чтобы она тянулась. Мы ее взяли меньше по объему. И сейчас мы будем ее соединять с нашим свитшотом, немножко растягивая. Затягиваем. Свитшот готов, но у нас осталась еще ткань. Можно сшить брюки и будет полноценный спортивный костюм. И самое главное, такой костюм будет в единственном экземпляре. И в нем будут учтены все особенности фигуры вашего ребенка. Дорогой зритель, у вас умелые руки и вы мечтаете стать героем фабрики рукоделия. Тогда находите в социальной сети нашу группу, вступайте в нее, добавляйтесь в друзья и присылайте фото ваших работ. Обо всех нюансах съемки программы я расскажу вам посредством личных сообщений. А на сайте телекомпании ТВН хранятся уже 70 выпусков фабрики рукоделия. Ровно через неделю будет 71-й. Счастливо! Шейте с удовольствием, а кто не умеет и хочет научиться, будем рады видеть вас в нашей школе кройки шитья. Расскажет руководитель школы кройки и шитья Зульфия Арасланова. Дубль делаем. Мы берем трикотаж двух цветов. Вот еще раз, что-то веселая съемка сегодня. Нашу нижнюю обтачку мы делаем из... О, господи, нет, сейчас подождите. Так, сейчас подожди секундочку. Мы 20 сантиметров здесь отложим, да? Ага. И теперь? Сейчас нам осталось выполнить шов рукава и боковой шов. Так, еще раз цельно, без запинки. И теперь? Субтитры подогнал «Симон»!